Здравствуйте, дорогие хлеборобы, животноводы и все, кто связан с АПК. Вы смотрите ТОП Аграбук, обзор новостей за неделю. Миллион гектаров озимых России придется пересеять, цена на подсолнечник может повыситься, а на сырое молоко напротив упасть. Все самое интересное. Далее в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осадки и ледяная корка в январе. По Поволжью и по югу, говорит Рылько, прогнозы делать пока рано. Напомним, что в Поволжье поля пострадали от крайне низких температур, а на юге озимым посевом угрожает недостаток влаги. Но, как предупреждает агрохимцент Ростовский, это не единственная проблема. Сейчас на некоторых полях очень низкие запасы нитратного азота. По официальным данным Минсельхоза, полмиллиона гектаров ЦФО изрежены или не взошли. Доля таких посевов свыше 18%. Не слишком благополучная ситуация в Северокавказском федеральном округе 6,5% или 153 тысячи гектаров находятся в плохом состоянии. В ЮФО доля плохих полей небольшая, меньше 3%. Но если посмотреть на абсолютную величину, то увидим, что почти 200 тысяч гектаров выглядит неважно. Вид озимых полей заставил экспертов аналитического центра РусАгротранса пересмотреть прогноз по воловому сбору пшеницы и снизить свою оценку на миллион тонн до 81,5 миллиона тонн. В организации полагают, что сев евровой пшеницы в ЦФО будет рекордом – 1,6 миллиона гектаров. И тем не менее, к лету уборочная площадь пшеницы, как яровой, так и озимой, в сумме снизится почти на миллион гектаров. Минсельхоз России прогнозирует, что в текущем году аграрий сократят посевы подсолнечника. Площадь подкультурой снизится на 230 тысяч гектаров или на 2 с лишним процента. В прошлом году подсолнечник занял практически рекордные площади, а вот урожай оказался неважным. Росстат оценил его в 14,5 миллионов тонн. Это на 7,5 процентов меньше, чем в 2021 году. Причина в том, что многие регионы просто не успели закончить уборку культуры, когда Росстат подсчитывал урожай. По мнению Вадима Семикина, аналитика ИКР по рынку масличных, итоговые цифры Росстата по сбору подсолнечника могут быть повышены весной. Тем не менее, оценка этого ведомства уже привнесла на рынок некоторые сомнения. Цены в январе на подсолнечник повысились. Маслосемена дорожают также в связи с тем, что заводы опасаются не найти качественного сырья. Все-таки поздняя уборка бесследно не проходит. В первой части сезона было много дешевого влажного подсолнечника, который продавали прямо с поля. Сейчас сырье приобретается уже со склада, объяснил эксперт. Вадим Семикин отметил, что разброс по ценам на подсолнечник сегодня достигает 30 и более процентов, в зависимости от кислотного числа масла и показателей влажности. По данным портала ПолиРФ, к 20 января стоимость тонны подсолнечника без НДС на юге страны составила в среднем 27 460 рублей, в центре свыше 28 тысяч рублей, в Поволжье 26 с половиной тысяч рублей. Производителям сельхозтехники не удалось добиться от правительства существенной поддержки. На программу 1432 в этом году бюджет выделил всего 2 миллиарда рублей, тогда как несколько лет назад машиностроители получали и 10 и 15 миллиардов. Представитель Минпромторга Мария Ёлкина объяснила, что в прошлом году на субсидирование сельхозтехники было направлено 8 миллиардов рублей. В этом году, цитата, с учетом приоритизации расходов предусмотрено только 2 миллиарда. Но, возможно, программа будет дофинансирована, если, конечно, приоритеты поменяются. Следовало бы напомнить, что продажи сельхозтехники существенно просели в 2022 году. По официальным данным Минсельхоза Агрария приобрели тракторов на 3 тысячи меньше, чем годом ранее, комбайнов на 2 тысячи меньше. Обратите внимание и на прогноз Минсельхоза на текущий год. Там даже не надеются, что в 2023 году ситуация исправится. Наоборот, в ведомстве считают, что покупки самоходной техники будут и дальше сокращаться. Если перспективы сельхозтехники выглядят неважно, то по минеральным удобрениям Минсельхоз, напротив, ожидает прироста. Согласно базовому сценарию, в текущем году Аграрии должны приобрести почти на 8% больше удобрений, чем в 2022 году. А если взять оптимистичный прогноз, то вообще плюс 13%. В прошлом году Аграрии внесли в среднем 60 килограммов в действующем веществе на гектар. К 2025 году показатель вырасти до 80 килограммов рассчитывают ведомстве. Хотя, конечно, удобрения вносятся неравномерно. И, например, в Краснодарском крае на гектар посевной площади приходится в среднем 125 килограммов в ДВ, а в Челябинской области не дают даже и 10 килограммов. За счет чего же Аграрии начнут увеличивать дозу удобрений? Минсельхозы считают, что этому будут способствовать развитие логистики, развитие технической оснащенности хозяйства, также некие меры господдержки, которые регионы будут разрабатывать самостоятельно. В Ростовской области, надо сказать, есть субсидия на внесение фосфорных удобрений, но получить ее могут только те хозяйства, которые предварительно вместе с научными учреждениями обследовали свои поля и составили план внесения удобрений, а также строго его выполнили. Субсидию, скажем откровенно, получают единицы. В догонку к этим новостям еще одна компания Акрон объявила цены на свои удобрения, которые будут действовать до лета текущего года. Можете посмотреть, какие расценки предлагает Акрон без учета наценок дистрибьюторов. Сырое молоко может подешеветь на 5% в течение первого полугодия 2023 года, предупредил глава компании Молвест Анатолий Лосев на съезде Ассоциации «Союзмолоко». Причиной возможного падения цен на рынке эксперты называют переизбыток молока. Глава «Союзмолоко» Артем Белов рассказал, что в прошлом году потребление молочной продукции сократилось на 200 тысяч тонн и составило 29,5 миллионов тонн. При этом производство товарного молока росло, выросло до 24,6 миллиона тонн. Еще свыше 6 миллионов тонн молочной продукции в Россию импортировали. В результате к концу 2022 года у производителей образовались высокие складские запасы сухого молока, сыра, масла. Их объем Белов оценил в 1,4 миллиона тонн. Это на 40% больше, чем годом ранее. Этот факт оказывает существенное давление на рынок, отметил глава «Союза». Интересные замечания о рынке молока сделал также директор Южного молочного союза Константин Синецкий в интервью РБК «ТВ-Юг». Эксперт отметил, что молокосырье в России стоит минимум в 1,5, а то и в 2 раза дороже, чем за пределами РФ на мировых рынках. В Краснодарском крае молоко еще на 80% дороже, чем в среднем по России. Отчасти это объясняется тем, что на Кубани молока получают меньше, чем могут переработать молзаводы. По оценке Синецкого, около 50% мощности предприятий простаивает. Ну и кроме того, рентабельность переработки в 2022 году снизилась до 2-3%. И вот еще интересные наблюдения Южного молочного союза. В бутылке молока только 50% составляют затраты на сырье. Около трети – себестоимость производственных процессов, в том числе упаковки. Все остальное – неналоговые платежи. Если же смотреть на бутылку молока в магазине, то где-то 20-25% цены составит торговая наценка. Синецкий оценил убытки также от маркировки молочных продуктов. По его словам, сейчас предприятия «Союза», в сумме эти предприятия производят где-то 70% молочной продукции, платят по 150 миллионов рублей каждый месяц за право нанесения марки. Это значит, что в течение года куда-то утекает около 2 миллиардов рублей. Грустные новости на сегодня закончились. Теперь будут просто интересные. Глава Аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин был вынужден объясняться с населением по поводу своей инициативы о введении штрафов за навоз. Как вы помните, депутаты много времени потратили на то, чтобы исключить навоз из перечня опасных отходов и назвать его «побочным продуктом животноводства». По словам Кашина, закон о побочных продуктах животноводства вступает в силу с 1 марта текущего года, однако формирование законодательства еще не завершено. Навоз, за который раньше нещадно штрафовали, теперь, наоборот, выпал как бы из поля зрения надзора. Навоз, перестав быть отходом, не перестал быть веществом, способным нанести вред окружающей среде, объяснил Владимир Кашин. Именно поэтому административная ответственность, которая бы предупреждала все эти нарушения, должна быть. Депутат подчеркнул, что ответственность, которую предлагает законопроект, заключается в штрафе, его размер от 3 до 80 тысяч рублей, что, цитата, «несоизмеримо ниже тех многомиллионных и миллиардных взысканий, которые предъявлялись к аграриям, когда навоз и помет признавались отходами». Кроме того, Кашин упомянул, что в новом законопроекте речь идет о крупных предприятиях по производству мяса КРС, свинины, птицы и молока. И ни в коем случае не касается личных подсобных хозяйств населения, а также малого бизнеса. Осенью прошлого года мыши действительно стали бедствием для хозяйств, особенно на юге России. Это следует из прогноза развития болезней и вредителей, которые на днях выпустил Россельхозцентр. В прошлом году обработки против мышей проводились на площади почти в 3,5 миллиона гектаров. Это в два с лишним раза больше, чем годом ранее. Вдвое выросла площадь обработок в Южном федеральном округе с 900 тысяч до 1,8 миллиона гектаров и почти втрое в Северокавказском федеральном округе до 1,4 миллиона гектаров против полумиллиона гектаров в 2021 году. В ЮФО в осенний период мышевидные грызуны в среднем учитывались численностью чуть больше 20 жилых нор на гектар. В Краснодарском крае заселение было еще выше, в Калмыкии средний показатель составлял 67 жилых нор на гектар. Но абсолютный рекорд был поставлен в Белоглинском районе Кубани. На площади 156 гектаров специалисты зафиксировали численность грызунов на уровне 4460 жилых нор на гектар. В текущем году в Липецкой, Курской, Брянской, Мурманской, Ростовской областях и Республике Калмыкия прогнозируется период мышиной депрессии. В Псковской, Рязанской, Нижегородской, Костромской областях, Республике Крым, Ставропольском крае, Ингушетии и Налтай специалисты ждут периода массового размножения вредителя. А вот в Краснодарском крае, Чечне, Башкортостане, Астраханской, Воронежской, Курганской, Челябинской областях численность вредителя пойдет на спад. Следите за своими полями. Если хотите, ознакомьтесь с документом Росельхозцентра. Ссылка есть в описании к видео. И последняя новость на сегодня. На юге Самарской области в селе Мосты Пестравского района глава КФХ Александр Валочкин открыл горнолыжный курорт. На природной горе Сырт фермер решил сделать зимнее развлечение с подъемниками и тюбингами. На одном склоне сделали горку для детей, а с другой стороны учебную трассу для горных лыж и сноуборда. Посмотрите на эти кадры, к которым даже нечего добавить. Юг России наблюдает за вами и завидует Самарская область. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть желание рассказать, что вы сделали этой зимой, пишите в комментариях или присылайте ваши видео к нам в редакцию. На этом все. Спасибо, что были с нами. До следующей недели. Субтитры подогнал «Симон»